ПРЯНИК Здравствуйте! С вами по-прежнему Михаил Жебрак. Городец издавна славится пряниками. Ими торговали и в Бухаре, и в Петербурге. Городское общество императору как символ дарило огромный расписной. Четыре вишка толщиной и в путь весу. Пряник. Городцу есть, что о нем рассказать. И мы будем следовать поговорке. А ты пряники кушай, да сказки слушай. Пешком. Пряник не так прост, как может показаться. Вот что нужно для его производства. Мука, масло да мед. И это сгодится хозяйке на кухне. А городу для производства пряников нужна сильная хлебная торговля. В городце была одна из крупнейших на Средней Волге хлебных пристаней. С Камы, с Волги везли зерно. Помните, в сказке про Али Бабу богачка дает бедной девушке мерку для зерна. А потом обнаруживает приставшее на дне золото. В городце таким довеском были пряники. Зерно перепродавали, перегружали, рушили, мололи. А из остатков пекли сладости. Так что они обязаны своим происхождением хлебной волжской торговли. Для водной торговли нужны суда. В городце всегда строили баржи, расшивы по местному. Но всплеск судостроения пришелся на 60-е годы 19 века, когда по Волге пошли пароходы. Тогда заурядный плотник получал 8 рублей серебром в неделю. А за баржи платили вперед, без расписок. Лишь бы строили. Зимние баржи ценились дешевле. Летом и рабочая сила дороже. И стройка качественнее. Крупные судостроители спускали в городце 12-15 барж на воду за год. Ну а мелкие пару-тройку. Спускали на воду, это громко сказано. В городце строили прямо на берегу. Без стапелей. Существует легенда о золотом купеческом. Все купцы были честные. Миллионные сделки на слово совершали. И порукой была купеческая честь. Не все так благостно в прошлом. Здесь, в городце, я нашел смешную историю о барже, которая была собрана на обломках гвоздей. А сколько раз суда не выкупали. Купцы теряли на каждой барже 15-20 тысяч. И разорялись из-за этого. Например, крупнейший завод Облаевых из-за неудачных заказов некоторое время работал в убыток. Ну а когда у Облаевых сгорела паровая механическая мельница, вообще 200 рабочих оказались без средств к существованию. Как здесь говорят, без работы и пряника не купишь. Мы с вами пришли к дому младшего Облаева, Ивана Петровича. Облаевы были благотворители. Рядом со своим заводом выделили место для строительства женской гимназии. А флигель этого дома предоставили для размещения женской прогимназии. На заводе Облаевых, кроме паровозных котлов, делали вот такие чугунные навесы. Они украшают весь город. Устроены одинаково. Сдвоенные колонны и очень красивый ажурный подзор с птичками. Но на этом навесе фамилия Кузнецова, первого владельца производства. Затем завод перешел Облаевым. После революции городские власти приняли решение выселить хозяев из дома и разместить здесь музей. В музее разные экспонаты, но я хочу продолжить историю пряника. Чтобы пряник стал праздничным, печатным, нужны опытные резчики, сделать доску для оттиска. По Волге везли пшеницу. И местные мастера не только ставили избу, но собирали расшивы и украшали их потом красивой резьбой. Посмотрите, вот это берегиня, русалка. Вот пряник, который пекли в городце. А это пшеница, которая в темном амбаре хранится для пряника, что испекли в городце. А это дощатая баржа-птица, которая возит по Волге пшеницу для пряника, что испекли в городце. А это резная доска на корме. Ну, продолжать можно до бесконечности. Городецкий пряник – вершина айсберга. В основании горы зерна, рачительные купцы, опытные плотники и резчики. В городце резьбой украшали ворота, дома, утварь, делали деревянные игрушки. А для меня открытием стали вот такие шкафы работы Григория Токарева-Казарина. Он был крестьянином, по основной профессии – сапожником. Но вот такое у него было хобби. По заказу годами вырезать поставцы. Их называют фонтаном народной мудрости. Этот экземпляр – ожившая история государства российского. Внизу – князья, цари, в верхних клеемах – сцены смутного времени. В каждом музее есть уникальные предметы. Надо только уметь их найти. Когда книгу перестали переписывать от руки? Вы скажете, когда изобрели книжную печать. Нет. Книги продолжали и продолжают делать вручную. Например, в домах богатых старообрядцев городца были целые скриптории, где реставрировали старинные манускрипты и делали новые лицевые рукописи. Лицевые – значит, иллюстрированные в лицах. Здесь в городце вырос один из лучших каллиграфов и миниатюристов. Начало 20 века – Иван Блинов. Сначала он работал для старообрядцев, затем уехал в Москву. А после революции вернулся в город и стал директором краеведческого музея. Его последняя книга, законченная в 1937 году, – «История города-городца». Стиль и характер письма и рисунка, как писал сам художник, соответствуют эпохе Ивана Грозного. Здесь Блинов выступил летописцем, художником и каллиграфом. О древнем городце известно немного. Он впервые упоминается в летописи в 1172 году, как уже существующая крепость Владимира Суздальского княжества, охранявшего дорогу в Волжскую Булгарию. Ведь всего в 40 километрах, ниже по Волге, на слиянии с Акой, уже стоял враг. На подсаде археологи среди обломков посуды, металлических ножей и стеклянных бус нашли металлические писала, стерженьки, которыми царапали на бересте и восковых табличках. Значит, жители были грамотными. В 1263 году, после зимовки в Орде, князь Александр Невский больной возвращался домой. В городце ему стало совсем плохо, он постригся в монахи и в ту же ночь скончался. Ну а в 1993 году на обрыве князю поставили памятник. Скульптор Лукин изобразил великого полководца вполне канонически, в полном боевом облачении и со стягом в руке. По церковному преданию Александр Невский умер в келье городецкого Федоровского монастыря. Федоровский монастырь уничтожали три раза. Два раза ордынцы и один раз в 1927 году большевики. Как пел Галич, и это уже не татары, похуже мамая, свои. При советской власти все культовые сооружения монастыря были взорваны. Собор и колокольня, которые мы видим сейчас, построены всего несколько лет назад на деньги уже современных купцов-меценатов. В освящении старого Федоровского собора участвовала Екатерина Великая. Она как раз путешествовала по Волге. Тогда она подарила дворцовое село Городец Григорию Орлову и участвовала в церемонии. Когда императрица шла от берега к церкви, городецкие женщины стелили ей под ноги платки. По формам здания мы видим, что церковь заложена в начале 18 века. Но это еще древнерусская архитектура без влияния иноземных тенденций 18 века. Но денег не хватало, и собор осветили только в 1767 году. На территории монастыря стоит единственный памятник князю Александру Невскому в Схиме. Скульптор Петр Добаев изобразил князя в монашеской одежде. Александр был умен и хитер. Умел действовать кнутом и пряником. Шведов, литовцев, ливонцев бил, а в Орду ездил на поклон. При царе Иване IV князь был канонизирован и стал самым почитаемым русским святым князем. Петр I перенес его мощи в Санкт-Петербург и основал монастырь, который сразу стал называться почетнейшим именем Александра Невская Лавра. А в 1942 году, во время войны, был учрежден орден Александра Невского. Ведь по преданию именно князь сказал, кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. Городец основан в 12 веке. И тогда был самым важным русским поселением в этих местах. Еще не было Нижнего Новгорода, а здесь уже стояла деревянная крепость. От нее остались валы протяженностью 2 километра. Это сравнимо с длиной стены московского Кремля. Археологи говорят, что перед валом был ров, из него торчали заостренные колья. А высота насыпи достигала 15 метров. Выше были укрепления только Киева. Такая мощная крепость просуществовала больше 200 лет. Хан Едыгей стер с лица земли город в 1408 году. Стер с лица земли в прямом смысле. Городец возродился не скоро и уже не как город, а как село. Да, до 1922 года городец числился селом. Село Городец было дворцовым. Екатерина Великая подарила его Григорию Орлову, а тот передал своему брату Владимиру. В то время здесь было 5 купцов, 35 лавочников, 22 кузнеца и 5 плотников. Ну а пряничников по описи было 75 человек. Они выпекали 8 тысяч пудов сладостей в год. Семья Орловых приехала сюда в эвакуацию в 1812 году. Своего дома у графа не было и жили в крестьянских избах. Богатые горожане наперебой приглашали дворян на завтраки, угощали пряниками с Мадерой, дарили полотенца с вышитыми концами. Ну а вечером общество собиралось в избе, занятой графом. С живостью перебирали газеты, обсуждали новости, дамы щипали корпию. Граф подарил городец своей дочери, Софье Владимировне Паниной. И до революции село Городец принадлежало семье Паниных. В середине 19 века был построен вот этот дом, управляющего местными водчинами. Деревянный, с великолепной глухой резьбой над воротами. Здесь изображены, наверное, волшебные киты под короной. Хотя музей в этом здании называется усадьба Паниных, но не мог. Министр юстиции, генерал-прокурор Синода жить в таком пусть красивом, но скромном здании. Сохранилась опись. Здесь всей посудой вместе с самоваром было на 26 рублей. Я думаю, в столичном доме Паниных столько стоил один столовый прибор. Какие же в Городце были умелые плотники. Мы с вами любовались глухой резьбой, а это прорезная. Я вспоминал стоимость утвари в доме Паниных. И сейчас расскажу вам еще одну интересную историю про деньги. В соседнем доме судовладельца и хлеботорговца Плеханова в 2010 году решили устроить музей. И во время ремонта сразу за этой дверью в холодном коридоре за обшивкой нашли сверток с деньгами. Всего 1700 купюр. Все в отличном состоянии. Самая старая – 10-рублевка 1894 года. Самая свежая – 10-рублевка 1923 года. Завернуты они были в номер пионерской правды. Значит, спрятали их в 30-е годы. Приятно, когда в городе есть узнаваемые архитектурные детали. В городце это деревянные пристройки галереи при каменных домах. И вот такие чугунные ажурные навесы. Мы с вами их уже видели. Это центральная улица Ленина, бывшая купеческая. Понятно, что дома здесь занимали богатейшие жители города. Главный дом, рядом обязательно лавка. Напротив этой усадьбы – усадьба Тряпкина. Судовладельца и хлеботорговца. Она построена в 1906 году. И на ней есть элементы модерна, а есть каменные элементы, но напоминающие резьбу по дереву. Сейчас в усадьбе Тряпкина музей пряника. Считается, что слово «пряник» произошло от пряности. Ну а где, как ни по Волге, везти с юга пряности? Видите, все сложилось так, что в городце должны были делать сладкие ковришки. Существует присказка. Мы, люди не ученые, едим пряники неписанные. Ну, городца это не касается. Здесь было много старобрядцев, а они известные книжники. Вроде и немудреный рисунок на прянике, но резчик должен быть опытным, чтобы пряник не только рот, но и глаз радовал. В городце вырезали надписи на пряничных досках сказочных животных, и очень часто это же Волга, русалок. Здесь их называли фараонками. Считалось, что они произошли от египтян, утонувших в Красном море. Море раступилось перед уходившими за Моисеем евреями, затем сомкнулось. А вот это еще один резной шкаф-постовец работы Григория Токарева-Казарина. Здесь сцены Священного Писания перемежаются эпизодами русской истории. Сохранилось три таких уникальных поставца. Два из них в городце. Пряников в городце всегда пекли много. В 1775 году на 17 тысяч, а в 1861 уже на 27 тысяч. Они отличались по вкусу и размеру. От самых маленьких закусочных до огромных подарочных, оршинных. Я люблю старинные цифры. Самые дешевые пряники шли по 9 копеек за килограмм, а белые и медовые стоили уже 40. В Европе из пряников делали домики. У нас традиция не прижилась, но посмотрите. В городце целые улицы сложены, словно из аккуратных пряничных домишек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Городец был большим, богатым, торгово-промышленным, но селом. Причем, если в уездном центре проживали 4 тысячи горожан, то здесь 6300 селян. В городце были два металлургических завода, верфи, лесопильни, паровые мельницы, пряничные заведения. Всего в 1912 году 25 заводов. На деньги богатых купцов-меценатов построили детский приют, женскую богадельню, начальное училище, мужскую и женские гимназии. Представляете, в селе две гимназии. Содержали пожарную команду и всесословный клуб. Вот это здание всесословного клуба с библиотекой и огромным театральным залом построил в 1907 году в стиле модерн нижегородский архитектор Домбровский. Модерн выдают эффектные проемы окон. Секрет богатства местных жителей кроется в том числе в приверженности старой вере. Почти все предприниматели, о которых я сегодня рассказывал, старообрядцы. Городец считался старообрядческой столицей по Волжье. Была даже поговорка, что положат на Рогоже, на том стоит городец. Ну, известно, что трудолюбие, дисциплина, трезвость и грамотность старообрядцев делали из них прекрасных предпринимателей. Так на мельницах самого богатого местного жителя Николая Бугрова ежедневно перемалывали 70 тонн зерна. При этом сам предприниматель ел только черный хлеб, приговаривая, матушка Рож кормит всех дураков сплошь, а пшеничка по выбору. Бугров взял подряд на снабжение продовольствием всей русской армии, а питался кашей и щами. Только на приемах позволял себе оскоромиться, приговаривая, авось матушки в скитах замолят. В 1902 году по проекту архитектора Фрейлиха Бугров построил богодельню. Самое большое здание в городе. Центральные власти старались строить в городце большие парадные храмы, чтобы привлечь старобрядцев. Вот на этом месте под городцом была старобрядческая пустынь. Рядом с ней срубили деревянный храм в честь спаса нерукотворного. И в 1718 году начали заменять его на каменный. Но денег было немного, старобрядцы не жертвовали. И храм закончили только в 1745 году. После революции церковь закрыли, притч репрессировали. Но староста поехала в Москву, к Калинину. И он разрешил в 1930 году церковь открыть. В 1937 году ее опять закрыли. Очередного священника арестовали. При советской власти здесь был молокозавод. А сегодня вы видите, церковь возрождается. Считается, что не только красота местных пряников, но и знаменитая городецкая роспись обязана своим происхождением искусству резчиков. Когда мастера делали прялки, то вставляли в мягкую липовую доску темные куски дерева. Но эффектнее всего смотрелся мореный дуб. Постепенно к инкрустации стали добавлять роспись. Но сохранили обобщенность формы и темные контуры. Традиционные сюжеты городецкой росписи – бытовые сцены. Горожане едут на тройке или пьют чай со сладостями. По старинной присказке «Без пряника не заигрывать» я начал со сладкого. В прикуску интереснее слушать и о двойственной политике Александра Невского, и про волжские расшивы и купеческую благотворительность. Когда-то здесь было море зерна и старообрядческих толков. Сегодня изюминка городца – обилие музеев. В историческом городе их семь, а скоро откроется и музей оружия. Так что в городце пряников станет на всех. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин